Всем привет! Сегодня у меня для вас потрясающая новость. В сеть уплыли вроде как целые слитые сцены из ожидаемого восьмого сезона Игры Престолов. И на этот раз не просто в текстовом варианте, как это было с уже многими якобы слитыми сценариями, а прямо целыми страницами как бы оригинального документа. Такие скрины мы уже могли наблюдать в прошлый раз, когда произошла утечка сценария седьмого сезона и дальнейшие события показали, что основная информация оказалась правдивой. Так что, если вы не хотите во всех подробностях узнать некоторые ключевые моменты ожидаемого сезона, еще есть время выключить это видео. Ведь если продолжите его просмотр, уверенно становиться вы уже не сможете. В общем, я предупредил, а мы приступаем. А для всех, кто любит совершать покупки в интернете, я рекомендую сервис getcashback.ru Возвращайте процент с каждой вашей онлайн-покупки и экономьте деньги для новых. С getcashback.ru это просто и удобно. Регистрируйтесь и начинайте возвращать свои деньги прямо сейчас. Ссылка в описании. Из чего хочется начать? На этот раз информация о данном сливе появилась все на том же реддите. Там один из пользователей сообщил, что недавно ему удалось побывать на Titanic Studios, где в данное время проходят основные съемки, и где как раз таки хранятся сценарии восьмого сезона, и скачать себе несколько страниц оригинального текста. Что же, вот как они выглядят. Не буду сильно томить вас ожиданием и перейду сразу к переводу. Начнем мы со слитого отрывка из третьего эпизода, который, кстати, режиссирует Мигель Сапочник, но это так, ремарка. Итак, третья серия. Телега медленно едет через лагерь. Позади виднеются шатры, огни костров, а в самой дали силуэт орды мертвецов. Пес щурится, сидя впереди. В этой темноте он практически ничего не видит. Снег усилился, теперь он еще крупнее и падает куда быстрее. Все вокруг белое, снега больше, чем когда-либо ранее. Пес бронится. Твою ж мать! Он дергает за поводье и говорит лошади идти вперед. Старая телега качается, и Тириан падает, ударяясь головой от деревянной перила. Тириан. Могу ли попросить, чтобы мы двигались быстрее, Клиган? Пес отвечает в своей привычной манере. Если хочешь умереть, Ланнистер, можешь спрыгнуть. Вдруг мы слышим окрик Бриены. Смотри! Пес наклоняется вперед, всматривается и видит силуэт с синими глазами на дороге. Клиган с силой дергает за поводье, и телега, не удержавшись, переворачивается в правый бок. Тириан, Бриена, Подрик, а вместе с ними Ария и Санса падают друг на друга. Тут Подрик поднимает голову, а затем палец вверх. Подрик, мы не одни. И тут мы с вами видим истлевшую руку у края телеги. Мертвец вонзил когти прямо в дерево и медленно поднимается. И тут оказывается, что это Кхона. Но дотракийский кровный всадник больше не является тем, кем мы привыкли его видеть. Его плоть прогнила, кожа облезла, а на руках видны белые кости. Мертвец медленно смотрит на всю группу наших героев и поднимает вверх свой устрашающий арак. Вот такой вот отрывок третьего эпизода. И перед тем, как приступить к следующему фрагменту, пару слов по этому. Как можно из него понять, действия происходят на севере, где собрана часть основных героев. А сам Винтерфелл находится в длительной осаде. В целом это вполне вписывается в то, что на самом деле происходит сейчас на съемочной площадке. А там, напомню, к замку Старков навезли горы искусственного снега, соорудили ров с частоколом, требюшеты. В общем, все показывает именно на то, что Винтерфелл будет держать длительную оборону. Что же касается мертвого Кхона, то нет никаких сомнений, что возле замка будут происходить тяжелые бои, где в том числе будут сражаться и всадники Дейенерис. Скорее всего, именно там Кхона и погибнет, позже восстав уже в облике Вихта. Так что пока все очень даже правдоподобно, мы же с вами идем дальше. Итак, предпоследняя пятая серия восьмого сезона. Серсея проходит мимо Джейми, подходя к Железному трону. Царь-убийца вновь в Красном замке. Он поворачивается и смотрит, как сестра поднимается по ступеням. В этот момент взгляд Серсеи полон безумия. Все это выглядит знакомым для Джейми. Джейми. Серсея, о чем ты говоришь? Серсея. Я говорю о тебе, милый братец. Ты защищал нашего гадкого брата. Ты убил нашего отца. Ты бросил меня в час нужды и обратился к нашим врагам. Джейми говорит. Дейенерис не твой враг. Джон не твой враг. Единственные враги, о которых тебе нужно беспокоиться, сейчас находятся у ворот этого города. Серсея молча садится на трон. Джейми подходит еще ближе. Его лицо исказилось с гримасой отчаяния. Джейми. Серсея, ты умная женщина. Ты можешь быть завистливой и жестокой, но ты знаешь, как и на что ставить. Держать в цепях заточенным единственного человека, который способен победить белых ходоков, это неправильный ход. Серсея. А ты бы предпочел, чтобы я отпустила узурпатора? Скажи мне, после того, как этот кретин северянин и его белобрысая сука победят Короля Ночи, что, по-твоему, они сделают со мной? Джейми. Но ты ведь не можешь победить Короля Ночи в одиночку. Серсея. Неужели? Тут Джейми останавливается, размышляя о том, что это может значить, и вдруг все понимает. Дикий огонь! Серсея только кивает в ответ. Джейми. Ты уверена, что у нас достаточно катапуль? Серсея. Мы не будем их использовать. Тут наступает длительное молчание. Джейми смотрит на Квиберна, потом опять на Серсея. Царь-убийца закрывает глаза. Его худшие страхи подтвердились. В это время на улицах Королевской Гавани Бриена и Пес все еще едут по направлению к замку. В городе царит полнейший хаос. Толпы людей бегают из стороны в сторону. Кто-то хватает свои семьи, другие грабят все, что только можно ограбить, и пихают к себе в карманы. Бриена смотрит наверх, Красный Замок приближается. Вновь тронный зал. Джейми поднимается по ступеням к Железному Трону, возле которого гора пристально наблюдает за ним. Сквозь шлем мы слышим его не то дыхание, не то сопение. Ты не можешь этого сделать, Серсея, должен быть другой выход, говорит Джейми, обращаясь к сестре. Нет никакого иного выхода. Городские ворота падут в течение часа, может чуть дольше. Джейми. Но ведь пострадают невинные люди, тысячи невинных людей. Серсея ерзает на своем троне, чувствуется, что ей неудобно на этом месте. Убирайся от меня, в бешенстве орет она на своего брата, на чем сцена и заканчивается. Как вам такой поворот? То есть северные полчища наконец добрались и до Королевской Гавани. Туда же вернулся и Джейми, тщетно пытающийся повлиять на свою сестру. А она в свою очередь, как я понимаю, намерена взорвать и город, и себя, и белых ходоков при помощи Дикого Огня. Ну и еще, получается, что каким-то образом Серсея заточила и Джона Сноу. В принципе, это не очень-то сложно, учитывая то, как доверчив иногда бывает Джон, и то, что Серсея как бы выступила в качестве его союзника еще в конце седьмого сезона. Так что все очень даже сложно. Ну и последний фрагмент из финального шестого эпизода восьмого сезона. Тириан и Брон снова вместе и ведут свой разговор, как старые приятели. Тириан Слышал, мой брат обещал тебе замок. Брон О да, и не раз. Но сейчас, когда этот засранец умудрился погибнуть, мне не видать ни камушка от замка. Тириан Я бы не был так в этом уверен. Черноводный меняется в лице и останавливает своего коня. Ну-ка повтори еще раз. Тириан Ты проявил себя достойным воином в войне с иными. Помог уничтожить Короля Ночи и его полчища. И практически в одиночку устранил всех генералов Золотых Мечей. Королева не забыла твои заслуги, несмотря на давние обиды. Брон Ну, можно и так сказать. Тириан Как бы там ни было, Ланнистеры всегда платят свои долги. Бес ведет коня вверх по холму, Брон идет за ним и останавливается рядом. Перед ними открываются близнецы. Тириан Вот считай, что твой долг выплачен дважды. Они подъезжают к замку и вдвоем пересекают почти пустой двор. Вот такие вот дела. То есть, получается, что в конце концов война, разумеется, выиграна. Тириан точно остался жив. Выжила вроде как и Дейенерис. А вот что произошло с Джоном Сноу доподлинно неизвестно. А еще, кстати, автор данного слива подает достаточно интересную информацию о сезоне в целом. Которую он тоже вроде как вынюхал, находясь в Белфасте. Итак, из его переписки с модераторами Free Folk. Сейчас снимает Винтерфелл, действия в котором развернутся во втором и третьих эпизодах. Также сообщается о фрагментарных съемках Пайка, а также о том, что на данное время отсняты несколько сцен Брана с Сэмом и Джоном Сноу. Якобы должен умереть Тормунд и вроде как Подрик. Ну и только что в отрывке Брон упоминал о смерти Джейми, так что ему, к сожалению, тоже пришел конец. А вот по поводу Джона и дальше сохраняется интрига. В последний раз вроде как о нем упоминается в эпизоде с Джейми и Серсеей, что он заточен, а безумная королева хочет все сжать. Затем информация о смерти цареубийцы, сведения со съемок, где вполне возможно задумались сжечь декорации Королевской Гавани, планы Серсея по поводу Дикого Огня и слова Кита Харрингтона о последней сцене его героя на зеленом фоне. В целом получается не очень-то благоприятная картина, где Джон с большой долей вероятности может погибнуть в Диком Огне. Не хотелось бы, конечно, но пока что как-то все склоняется в эту сторону. А, и еще чуть не забыл, наш с вами инсайдер говорит о каких-то удаленных страницах, до которых он не смог добраться, видать там было что-то очень важное. А также подает количество страниц сценария каждого из эпизодов. Из расчета, что страница сценария это в средней минуты или чуть больше на экране, можно высчитать примерную продолжительность эпизода финального сезона. Итак, серия номер 1, 62 страницы, вторая 68, третья 71, эпизод номер 4, 69 страниц, 5, 75 страниц и, наконец, финал сезона и всего сериала занимает 83 страницы сценария. Так что эпизоды восьмого сезона действительно будут дольше, чем раньше, хотя это все, само собой, очень приблизительная и ничем не подтвержденная пока что информация. Не знаю, с одной стороны звучит и выглядит, тут все достаточно правдоподобно, с другой фейки сейчас тоже уже научились клепать очень даже реалистично. Короче, как всегда, конечный выбор верить или нет остается за вами, а я лишь донес эту информацию до вашего сведения. Так что на сегодня у меня все, обязательно в комментариях поделитесь своими мыслями насчет данных сливов. Если же вам понравилось данное видео и вы ждете новых спойлеров, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. А кому нужны еще больше информации по игре престолов в режиме онлайн, подписывайтесь на наш паблик в ВК, ссылка в описании. Что же, спасибо всем, кто досмотрел до конца, скоро мы с вами увидимся в новых выпусках, а пока что, всем пока!